Настоящий курорт в пяти минутах от города. Находясь здесь, чувствуешь настоящую гармонию. И вот такое красивое и большое зеленое сердце тому подтверждение. Сделано это чудо садового искусства руками сотрудников лагеря «Дружба». Необычную задумку воплотила в жизнь директор загородного центра Надежда Джан. Говорит, хотелось создать в лагере атмосферу курорта, чтобы глаз радовался. Отличным подспорьем в реализации задумок стала финансовая помощь от компании «Уралхим». В рамках эколого-просветительского проекта «Город сад наследие» на выделенные средства удалось закупить около 200 саженцев туй и китайских сосен. Вот второй год мы в этом участке заходили со своим экологическим проектом, защищали его, и нам дали сначала 100 тысяч, и на этот год дали еще добавили 40. В рамках этого проекта мы разбили уже собственные дендрарии с грядками очень хорошие. Мы практически выкорчевали, я скажу, 80% пней, которые были от старых деревьев. И, естественно, кроме туй, еще закупили какие-то растения. Еще один участник экопроекта филиала «Азот» – детский сад номер 58. При поддержке азотчиков за несколько лет здесь появилась оранжерея, огород и даже собственная метеостанция. И все это для того, чтобы малышам было проще и интереснее познавать мир. Первоначально проект включал только преобразование предметной среды в групп и участков детского сада. То есть разбивались робатки, делались альпийские горки. На следующем этапе мы добавили, в одном из корпусов сделали зимний сад, организовали полностью, где дети могут не только ухаживать за растениями в отдельной комнате, но и проводить всевозможные эксперименты. Для этого было закуплено оборудование, которое мы получили на те деньги, которые выиграли в гранте. А этот прекрасный яблоневый сад раскинулся во дворе станции юных натуралистов. Большим деревьям здесь уже более 50 лет. Из-за возраста и размера их ветки начинают часто ломаться. На смену старым яблоням в 2020 году высадили 12 уникальных сортов новых декоративных, а также установили уютную беседку. Посаженные декоративные яблони перезимовали зиму. Хорошо вышли после зимовки, распустили листочки, некоторые сорта зацвели. Поэтому надеемся, что они будут расти и радовать нас еще долгое время. Во время цветения яблонь проводим экскурсии для детей и взрослых, показываем все декоративные свойства яблонь. Эколога-просветительский проект «Город сад наследия» был инициирован Советом активной молодежи филиала «Азот» Лига лидеров. Мы очень рады быть сегодня здесь. Нам очень приятно, что нас приглашают. И по традиции мы приходим в гости к нашим партнерам, смотрим, что они успели сделать, что было реализовано в учреждениях наших партнеров. Ну и, конечно, очень приятно видеть, что есть люди в городе, неравнодушные к экологической обстановке города, что сохраняется и развивается наследие Валентина Миндовского. В рамках стратегии по снижению воздействия на окружающую среду, компания «Уралхим» активно поддерживает мероприятия, направленные на улучшение экологии. Например, сейчас в холдинге стартовал флешмоб «Даешь кислород», участники которого также высаживают кустарник или дерево и размещают фото- или видеособытия в соцсети с хэштегами «Даешь кислород! Уралхим» и подобные мероприятия проводятся уже на протяжении многих лет. Алина Багрянская, Владимир Покровский. Наши новости.